Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали! Покупочка Яндекс.Маркета. Здесь у нас чехол на планшет. Искала очень долго, 10,4 дюйма. Если у вас тоже 10,4 дюйма, надо знать размер. То он классный. Он классный. Сейчас расскажу, чем. Во-первых, мне понравился дизайн. Лаконичный. Это планшет Ксюши. Тот чехол предыдущий прослужил очень много лет. Он был универсальный. А этот вроде как по модели подходит. Ну и вот дырочка под камеру. Это как бы не критично. Даже я не смотрела на эти дырочки. Потому что где-то было кругленькое. Под камеру не подходит. Потому что камера на планшете не пользуется. У нас Huawei. Модель какая, не помню. Очень старенький, добротный планшет. И вот именно размер 10,4 дюйма. Прямо долго искала. И чтобы что-то подходящее найти, вы знаете, это вообще. Вот такие чехлы на Wildberries и Ozone гораздо дороже на Яндекс.Маркете за 600 с чем-то рублей. Я его нашла. И сейчас расскажу именно в чем его фишка. Самый главный критерий. Здесь нет вот этих вот резиночек. У нас на старом чехле они были. Они не резиночки. Это был пластик. Они ни разу не сломались. Но мы брали его в офлайн-магазине и лет 5 назад. А сейчас отзывы, когда читала, вот эти вот резиночки, которые здесь делают, или пластиковые штучки, которые держат планшет, они очень-очень хлипенькие. Поэтому у нас планшет по типу, видите, как на телефоне. Есть чехлы книжки. Также здесь чехол книжка, куда планшет вставляется. То есть он вставился и красота. Вы представляете? Поэтому вот эту фишку я, конечно, искала. Мне хотелось именно, чтобы планшет вставлялся. Он будет вставиться, вот это подставочки. И вот здесь, как не знаю, под замшу, не под замшу, девчонки, как вам передать? Но тактильно очень приятный чехол. Неймаркий такой, красивый. В общем, сейчас вставлю, покажу. Послушайте, ну очень круто, ура-ура. Потому что у меня прям, вот я когда его получала, мне показалось, что он такой маленький. У нас просто до этого универсальный чехол, и он как бы немножко выступал за края планшета, поэтому мне показалось, что, боже, какой же он маленький, неужели он не подойдет? Но нет, 10,4 дюйма, все отлично. Вот так вот это смотрится. Ну, красивенько, правда, как книжечку с собой носишь. Под кнопочки, кстати, у нас тут вроде все нормально. Сейчас проверю. Слушайте, под кнопочки тоже все подходит. То есть они все работают. Вот сверху у нас блокировка, и сбоку плюс-минус все подходит. Все вот идеально вообще. Лучше не придуешь и ставится. Он вот так достаточно, кстати, глубокий, гораздо лучше, чем в нашем предыдущем чехле. И здесь вот эти выемки, чтобы смотреть, да, читать планшет, вот в таком вот положении. Привет, привет. Глубокие, прям вот хорошие, глубокие такие бороздочки. Я довольна. Прям обалденный чехол. Ни капли не пожалела. Супер. Еще одна покупочка в Валберес, это наш любимый кислородный очиститель Pink Magic в формате карандашика. Мы все с вами уже практически знакомы с кислородным очистителем Pink Magic в формате порошка, так что производитель проверен. Более пяти тысяч отзывов. Взяла сразу два, потому что с началом учебного года это средство очень удобно. Девчонки, мамочки, обязательно запоминайте, чтобы убрать следы от ручек на школьной форме, на блузочках и так далее. Фломастеры, краски, гуашь, все что угодно. Еще очень удобно, кстати, использовать для чистки рюкзаков, потому что рюкзаки не постираешь, к сожалению. И очень удобно чистить осенние вещи, ну, например, тканевое пальто, какую-нибудь светлую осеннюю обувь, плащи, футболочки, курточки и так далее. Карандашик занимает очень мало места, его удобно хранить и даже брать в поездке с собой. Мы отрываем с вами первое деление и будем использовать его, пока оно не сотрется. И так по порядку. Он идеально подходит для тех случаев, когда вещь нельзя или совсем неудобно замочить. Например, ковры, обивка мебели, детские игрушки, ремешки от часов, подоконники, воротнички и манжетки на рубашках, пятна на кепках-бейсболках, на различных шляпах, шторы, матрасы, различные поверхности, стола, столешницы, а еще круто подходит для салона автомобиля и, конечно, для обуви. Если быстро нужно привести в порядок белую подошву, то я беру именно пикмэн, пикмэджик. Для этого нам понадобится кипяточек, то есть должна быть горячая водичка, сама, собственно говоря, обувь и щеточка. Смачиваем карандашик в кипятке и смачиваем поверхность кипяточком. То есть можно взять тряпочку, у меня вот такая вот щеточка для таких нужд, старая зубная. Смачиваем прям обильненько, смачиваем кипяточком, показываю вам до, я почищу сейчас пока один, и мы сравним со вторым. Обильно смачиваем, берем карандашик и начинаем натирать до образования пены. Обязательный момент. Так, а теперь я беру щеточку и еще раз совсем немножко прохожусь по поверхности, потому что у меня все пятна практически сразу отошли. Протираем влажной тряпочкой и наслаждаемся результатом. Моментально, просто моментально, смотрите, до середины я тут сделала, дальше видно, то есть какие они грязные. Просто моментально, для сравнения, сейчас вот так рядышком поставлю, посмотрите, какая разница. Карандашик подходит для очищения пятен от кофе, чая, кетчупа, жира, йода, зеленки, губной помады, сажи, ржавчины, тонального крема, чернил, шариковые ручки, фломастеров на тканях, обуви, обивки, мебели, на напольных различных покрытиях. Возможно, у кого-то лежит коваролин, естественно, его нельзя постирать и отдать в чистку, потому что коваролин, как бы, ну, это такая вещь, которую совсем непросто снять с пола, поэтому здесь на помощь приходит как раз-таки наш чудо-карандашик. А еще я очень люблю карандашиком чистить мебель, белую мебель у девчонок в комнате. И, смотрите, вот у меня на балконе вот такой пластиковый стол, здесь у меня стоит мой огород, и иногда получается вот так. И это ничем не оттирается. Смотрите, вот у меня влажная салфетка. Это ничем не оттирается. И вот здесь вот желтые пятна, поэтому сейчас мы будем с вами делать стол обратно идеально белым. Как всегда, кипяток, помочили карандашик, можно прям разлить кипяточек на пятно и хорошо-хорошо натираем. Все практически сразу уже отходит. Подоконники белые. У меня вот здесь вот шкаф такой, комодик небольшой, пластиковый. Все отлично оттирается, смотрите. Просто замечательно. Так. И вот тут у меня еще пятна. Смотрите, какие-то уже следы от горшочков соляная лапа. У меня еще тут летом стоит. Она может отбрасывать соль. И вот эти все пятна остаются на столешнице. Как следует, все натерла, а потом просто влажной салфеточкой вот так все протираю. И посмотрите, какая красота. Ни следа нету от пятна. И у нас теперь снова красивый белый столик. У меня периодически случается вот такая вот неприятность с тюлью. Тюль в зале, и иногда она попадает, когда закрывают, открывают балкон, а там чем-то что-то смазано. В общем, она вот так пачкается. Каждый раз из-за этого снимать, стирать ее, конечно, неудобно. Поэтому я взяла кипяточек, беру свой любимый карандашик, вот так вот его смачиваю обильно и натираю место, где у нас загрязнение. Вот таким образом до образования пены. Если пятна отходят не сразу, как в моем случае, потому что тут, ей-богу, какая-то мазута, то оставляем средство на поверхности или на ткани на 10-15 минут. Беру влажную тряпочку и удаляю остатки средства. И наслаждаемся идеальной чистотой. Осталось только высохнуть. Всегда карандашик справился со всеми загрязнениями выше всяких похвал. Универсальный, доступная цена, безопасный состав, экономичный расход, удобное хранение, не оказывает негативных воздействий на ткань и на кожу человека, безвреден для животных, эффективно разрушает даже самую стойкую грязь. Более 2000 отзывов на Озон и Вайлберрис. Я считаю, что такой карандашик должен быть у любой хозяюшки в доме. У меня всегда есть парочка в запасе. И, кстати, два брать гораздо выгоднее. Я буду пользоваться и дальше. И, конечно же, рекомендую и вам. Проходите в описании. Там обязательно для вас оставлю ссылочку. Покупочка Вайлберриса здесь так, который уже скупил весь мой чат. Вот дошла очередь до меня. Дождалась я их. Размеры написаны 42. Но вообще в карточке товара было 39-42. Так как продукты у нас сейчас все китайские, я решила взять больше. Мой размер 39-40. Это тапочки массажные, ортопедические, с магнитами. Очень интересный такой продукт. На самом деле они есть на липучке, есть без. Я так поняла, что на липучке больше подойдет тем, у кого ножка узкая. А без липучки тем, у кого широкая. Потому что они достаточно широкие, писали девчонки в отзывах. Для чего они нужны? У кого пяточная шпора? У кого болят ножки? Нужно ходить там буквально по 10-20 минут в день. Сначала очень непривычно девчонки писали. А сейчас открою, покажу. Тапки на самом деле большие. Они большие. Прямо вот я смотрю по длине, мне кажется, даже мужу ему налезут. Но не критично, не критично. Да, вот здесь достаточно широкое место для ноги. Я сейчас, кстати, прям померяю. Даже мне с моей широкой ногой прям широковато. А по длине нет, девчонки, слушайте, по длине нормально. По длине нормально. То есть где-то на 40-41 можно. На 39 вот тоже как бы хорошо. Здесь дополнительно еще магнитики в комплекте. Их нужно тут какие-то вот в эти вот дырочки там всякие вставлять. Вставлю. А так вообще вот часть отдела ходить очень, кстати, приятно. У меня была пяточная шпора в прошлом году. Она сама по себе прошла. Я не с этой целью брала, а вообще как бы с целью оздоровления. Потому что на стопах мы с вами прекрасно знаем очень много всяких точек, которые отвечают за наше здоровье. И вообще от наших ножек зависит очень многое. За ножками надо обязательно следить. Вон там еще вот эти дырочки дальше есть под магниты. Вот такие вот интересные тапулечки. Цена вопроса, в принципе, вполне себе адекватная. Их очень много на Валбере с разной стоимости. Вот выбирала более-менее одни из самых дешевых, но и где отзывы как бы есть, не вслепую. Буду ходить, потом вам расскажу обязательно. Покупочка Яндекс.Маркет. Здесь у меня травяной сбор, а здесь чай. Была очень хорошая скидка именно на этого производителя, на чаи, на травяные сборы. Поэтому взяла. У меня вообще вот такой вот любит Крестюшка. А с малинкой ей обязательно чай. Так, здесь 20 фильтров пакетиков. И здесь у нас с вами релакс. Релакс для разовой заварки. Так, бузина. Чайный напиток с бузиной. Состав мелиса, яблоко, шиповник, лаванда, вербена и ароматизатор бузины. 100% натуральных ингредиентов. Очень интересно. И вот такой вот чай Тес с малинкой. На Яндекс.Маркете тоже, он, как правило, всегда дешевле всего. Мне интересно понюхать вот эту коробочку. Каждый пакетик, кстати, в индивидуальной упаковке. Пахнет приятно. Мелиссе чем-нибудь кисленьким. Вот типа шиповника. Пахнет приятно. Надеюсь, понравится. Будем пить. Покупочка Яндекс.Маркета. Здесь у нас шампунь Шампту. Очень давно не брала этот бренд, но раньше любила. После подорожания, прям вот даже не обращала на него почему-то внимания. Ну, дорого как бы смысл. Вообще любила. Раньше моим волосам он подходил. Делал их действительно объемными, воздушными. Все супер. Здесь 300 миллилитров. Смотрите, как упаковали. И на Яндекс.Маркете очень классная цена. Дешевле нет нигде. Даже на акциях магнит-косметик. На акциях магнит-косметик вообще ничего дешевого в прошлом времени нет. В общем, очень бюджетно. За 300 миллилитров. Сейчас открою. Так, это у нас блеск и объем с экстрактом вишни для тусклых волос. 48 часов объема. Потестирую, потом расскажу. Изменился ли он, не изменился. Вообще работает, не работает. Такой гелеобразный, перламутровый. Консистенция с очень приятной одушкой. Я не скажу, что пахнет вишней. Он вот с экстрактом вишни. Пахнет какими-то цветочками с свежинкой, кислинкой. Вкусный очень аромат. Вот такой интересный у них теперь флакон. Раньше были другие. В общем, потестирую, расскажу. По поводу шампуня, девчонки. Вот прям понравился. Шампунь не разочаровал. Есть и прикорневой объем. То есть волосы такие густенькие, хорошенькие. Ни смывашки, ни маски, ничего вообще не использовала. Есть блеск. То есть, как и заявлено, блеск и объем. Все отлично. И Ксюшки тоже волосы мыла. Расчесываются хорошо. Без бальзамов, без масок, без несмывашек. Понравился. Вообще, такое средство универсальное достаточно, чтобы найти. Надо постараться. То есть, чтобы был и объем, и блеск. Как правило, шампуни объемные. Они подсушивают, высушивают. Но нет. Видите, есть и прикорневой объем. Вот сейчас уже два раза мыла голову. Волосики такие плотненькие, густенькие и блестят. Поэтому понравился зачет. Ну и на этом все. Мои хорошие все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. В том числе и на чудо карандашик Pink Magic. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.